Пожар разбудил. Ночью в общежитии, где проживает дитя войны, горела одна из комнат. Утром в 4 часа в окно постучали. Не только в моё окно, а по всему подъезду. Кричали, что у вас на втором этаже пожар. Но мы сначала растерялись, когда на улицу выскочили. Но я поняла, что горит на дамой комната такая же. Там пожилые хозяины, пьющие. Пьющий тогда погиб, а квартиру 78-летней женщины порядком затопило. Так усердно тушили пожар. Жёлтые разводы на потолке до сих пор как напоминание. После того, как на прошлой неделе к нам обратилась жительница данного дома, она ребёнок войны и попросила о помощи. Вот это тут реальный момент, реальные шаги, когда люди обращаются в Общероссийский народный фронт. Общероссийский народный фронт выступает площадкой, где люди могут общаться. И мы выступили с такой же просьбой в городской администрации, выступили к управляющей компании «Наш дом». Как ни странно, в нашем доме услышали призыв помочь пенсионерке. Любовь Дмитриевна находится в затруднительном финансовом положении. У неё является ребёнком войны. Поэтому было принято решение оказать ей помощь в ремонте. Дело в том, что у нас есть в штате два маляра, то есть наши работники. Ремонт этот нетрудозатратный и нефинансово затратный, то есть косметический. Поэтому мы уже с Любовь Дмитриевной договорились, что в течение праздников она здесь подготовит какие-то, уберёт здесь помещения. К 11 мая хозяйка ждёт маляров. Кстати, это не единичный случай. Условия проживания участников и ветеранов Великой Отечественной войны на особом контроле у активистов ОНФ. Виктория Юркова, Кирилл Иванов, телеканал Первый областной.